Сила благословения Сила благословения Сила благословения в Библии много раз. Там говорится про наш язык как орган, на котором лежит ответственность. Слова могут быть общими, расплывчатыми, но именно за наш язык нам приходится нести ответственность. Послушайте несколько примеров. В Библии язык часто описывается через интересные образы. 44-й псалом говорит следующее. «Язык мой, трость скорописца», а в 72-м псалме написано, «Язык их расхаживает по земле». Как это возможно, чтобы язык ходил? Это означает, что они были болтунами, хвостунами и так далее. В другом месте сказано, что язык может быть связан со страданиями. Когда мы настолько переполнены страданиями, что нам становится трудно выражать себя. В такие моменты нужно особенно контролировать свой язык. 38-й псалом говорит нам об этом. Псалмопевец пишет. «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста моим». Еще пара известных образов — это язык как мед и как огонь. Он может быть мягким и жестким, может листить или вредить. Другой образ показывает, что язык может разить как меч и быть острым как бритва. Разные тексты говорят нам, что есть вещи на языке и под языком. На языке может быть слово. 138-й псалом говорит, что когда у нас на языке есть слово, которое мы только собираемся произнести, Бог уже знает все мысли, что мы собираемся выразить. И наоборот, есть то, что у нас под языком. Библия говорит о языке, говорящем ложь. И дает образ яда, аспида под языком, что символизирует ложь и отраву. Причем много говорят о языке и о словах. Сейчас мы возьмем несколько мест из Библии, особенно интересных в свете сегодняшней темы. Сначала прочитаем первое послание Петра. Третью главу, девятый стих. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Благословение — это не какая-то техника. Благословлять значит вкладывать и посвящать свою жизнь слова и сердце, чтобы передать другим что-то благое. Я расскажу о нашем женой опыте. Мы были молоды, недавно женаты и жили относительно изолированно. В полдень я, как обычно, пошел к почтовому ящику забрать почту, но он оказался пустым. В той части страны часто случались забастовки. И в тот раз работники почты бастовали долгих 50 дней. Где-то на 30-й день я с отчаянием опять увидел пустой почтовый ящик и остался без писем. И вот я помолился вот так. «Господи, я всем сердцем благословляю почту!» И пошел на работу. Когда я вечером пришел домой, я по привычке или из любопытства открываю мой почтовый ящик и нахожу стопку писем, скрепленную резинкой. О, как удивительно. Я благословляю почту и в тот же вечер получаю все письма. Вот что случилось. Один мой сосед сходил в почтовое отделение, чтобы выяснить, в чем дело, где его почта. Вся почта для нашего здания хранилась в одной коробке. Ну и мой сосед попросил всю эту коробку. Потом он вернулся в наш многоквартирный дом и разложил по ящикам почту для всех жильцов. Это произошло в тот день, когда я благословил почту. Другой случай произошел уже с моей женой. Мы жили в квартире, а наш сосед буквально каждый понедельник разжигал костер из опавших листьев и мусора прямо под нашими окнами. Дым шел во все окна. Все были злы на этого соседа. Но моя жена, выглянув из окна, сказала, «Господь, я благословляю этого соседа». Представьте себе, три дня спустя этот сосед, с которым мы никогда раньше не общались, постучал в нашу дверь и принес нам огромную тарелку чудесных фруктов из своего сада. «Благословляйте, и вы будете благословлены». Благословляйте, чтобы унаследовать это благословение. Бог действует таким образом. Он благословил свое творение, небо и землю с самого начала. Он благословил первую пару, и через них все человечество. Он благословляет свой народ и повелевает своим священникам передавать это благословение дальше. Поэтому у нас есть это повеление — получить благословение и передать его дальше. Последнее, что сделал Иисус перед Своим Вознесением, когда Он пошел к Отцу, благословил Своих учеников. Как говорит Евангелие от Луки в 24 главе. Иисус благословил учеников, начал возноситься и скрылся из глаз их. «Благословляйте и передавайте благословение». Несколько слов из первого послания Петра побуждают нас следовать этому направлению и применять их на практике. Это 3 глава, 9 стих. «Благословляйте, не воздавайте злом за злом». Для этого вам сначала нужно напитаться из источника благословений. Вам нужно подключиться к этому источнику. Нужно, чтобы вы были уверены, не сомневались, что Божие благословение есть в вашей жизни. Кроме того, апостол Павел сказал в послании к Ефесиным 1 главе, «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Когда вы находитесь в воле Божьей, в общении с Господом, тогда вы будете благословлены. Друзья, не просите у Бога того, что Он уже вам дал. Есть люди, которые постоянно просят радости, мира или еще чего-то, что уже содержится в нашем наследии, которое принадлежит нам, как детям Небесного Отца, которые по определению находятся в Его благословениях. Если вы находитесь в общении с Господом, вы уже благословлены. Итак, когда у вас есть близкие отношения с Богом, есть благословения в жизни, вы должны их передавать дальше. А вы получили их бесплатно, так и отдавайте их бесплатно. Давайте, и дано будет вам. Когда вы делитесь чем-то, оно к вам возвращается и приумножается. Мы получаем благословения не для того, чтобы их скрыть. Откройте глаза, расширьте свой горизонт и поделитесь благословениями. Прежде всего по отношению к тем, кто не имеет доступа к благословениям, кто даже не знает такого слова. Вы, благословленные, делитесь благословениями с теми, кто ничего о них пока не знает, чтобы они тоже могли их получить через благость и любовь Господа. Благословляйте и будете благословлены. Как я уже сказал, благословение — это не техника. Это стиль жизни, к которому я вас и призываю. Оставайтесь на связи с Источником и никогда не переставайте благословлять. До скорых встреч. Будьте благословенны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова